Всем привет! Новости об угонах автомобилей уже давно обычная история, но воры эволюционируют вместе с техническим прогрессом. Новый тренд в кражах, электронные самокаты. Подробнее об этом, а также о других криминальных новостях Молдовы в нашей рубрике «Неделя 112». 20-летний молодой человек из Лиовского района решил развлечься и украл служебную машину со своей работы в Кишиневе. Он угнал автомобиль ночью и отправился кататься на нем по городу. В какой-то момент он потерял управление и на пересечении улиц Пьетра, Релор и Друму, Виелор машина перевернулась. Испугавшись, молодой человек покинул место аварии. Теперь ему грозит штраф в размере 67 тысяч леев и 3 года тюрьмы. 20-летний молодой человек попросил у владельца самоката попробовать проехаться на нем, но через короткое время он исчез на самокате из виду и уехал в неизвестном направлении. Самокат Самокат стоил порядка 17 тысяч леев. Правоохранители быстро обнаружили угонщика и поместили его под предварительный арест на 30 суток. Теперь ему грозит тюремный срок до 7 лет. В столице произошел жуткий случай. 28 февраля женщину и ее 7-летнюю дочь облили кислотой. Об этом стало публично известно, когда им в помощь начали собирать деньги. Агрессором оказался никто другой, как отец семейства. По данным правоохранителей, после семейного конфликта 56-летний мужчина облил кислотой женщину, но капли кислоты попали и на стоявшего рядом ребенка. В эфире одного из телеканалов жертва рассказала, что в тот день она вернулась из-за границы, где была на заработках последние два месяца. Я только опустила чемодан и присела на кровать. После этого муж вышел, взял бутылку с кислотой и обрызгал меня. Я помню, как носилась по дому, моя девочка бежала за мной, а я к ней. Мы смогли пробежать мимо него и выбежать на улицу. Я начала кричать, вызовите скорую, но больше ничего не помню. По данным полиции, подозреваемого задержали и поместили в психиатрическое отделение. У них есть установленный психиатрический диагноз. Если его признают виновным, он рискует провести 15 лет за решеткой. 35-летний мужчина из Гладян дал пощечину одному из одноклассников своего сына, а другим угрожал смертью. Так он, войдя в класс, пытался разрешить конфликт между своим 12-летним сыном и другим учеником. Угрозы продолжались в течение получаса. Мужчина кричал и угрожал также преподавателям. А одну из сотрудниц лицея даже по неосторожности ударил. Теперь ему грозит срок до 7 лет. Совершать преступление можно и уже находясь за решеткой. В тюрьме номер 13 в Кишиневе во время новых обысков обнаружили так называемый «общак» целой группы заключенных. Обыск проводили офицеры управления борьбы с организованной преступностью вместе с сотрудниками Национального инспектората расследований. Заключенные получали деньги, занимаясь шантажом и вымогательством у физических лиц. Кроме того, они зарабатывали незаконным оборотом наркотических веществ и другой преступной деятельностью. Они работали в Молдове со странами ЕС и СНГ. Правоохранители продолжают расследование, чтобы установить и всех участников группировки и их потенциальных жертв. В Криулянах 26-летний молодой человек попал в больницу после того, как его попытался зарезать бывший его возлюбленный. Все произошло, когда двое мужчин оказались у дома женщиной и между ними разразился скандал. Пострадавшего отвезли в больницу скорой помощи в Кишиневе, а обвиняемый находится под следствием, но на свободе. Полицейские устанавливают все подробности произошедшего. В Италии водителя грузовика гражданина Молдовы выстрелила его коллега по работе. Информацию об этом опубликовало онлайн-издание «Роталионул». К счастью, мужчина отделался легкими ранениями, а позже обратился в полицию. Агрессора удалось найти, ему уже предъявлено обвинение. Это были криминальные новости прошедшей недели. Оставайтесь в Ньюсмейкер и узнавайте важные и интересные новости первыми. И не забывайте в первую очередь о своей безопасности. До скорого!